Всем привет! В сегодняшнем видео я распакую и попробую вот такие вот яйца. Кажется, что они шоколадные, на самом деле нет. Там, по-моему, должен быть какой-то йогурт. Называются они Kids World. У меня здесь есть серия Хэллоуин. Два вот такие яичка. Здесь, как вы видите, тыква нарисована такая злая. И одно яичко драконы. Тоже Kids World. Называется все это дело десерт с игрушкой. Это никакая не реклама. Просто мы вчера с Валерой ездили в гипермаркет. Ну, затариться домой, в общем, едой. И я увидела их. Решила взять на пробу три штучки для видео, чтобы вместе с вами открыть, протестировать. Мне очень интересно, какая там игрушка. Поэтому давайте начнем. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первую я хочу открыть Хэллоуин. Оранжевую тыковку. Открываются они вот здесь сбоку, по пунктирной такой линии. Вот так. Вот как все это выглядит. И давайте откроем, посмотрим, что там. Я, честно говоря, без понятия. Здесь у нас, видимо, еда. А здесь у нас игрушка. Игрушка Kids World для детей старше трех лет из пластмассы. Открываем. И тут у нас какой-то... Как они называются? Мумия. Здесь мумия. Давайте я ее открою и посмотрим, какая она у нас поближе. Такая. На-на-на. У меня вспомнился клип Backstreet Boys. Everybody. Yeah. Такой у нас, значит, мумиек. Кстати, у него немного поворотные руки. Ммм, ничего себе. Не то, что прям уж очень, но такие движущиеся. Среднего качества такой у нас малыш. Но, в принципе, довольно-таки нормальный. Я думаю, сойдет. Теперь я хочу попробовать... Как там это называется? Это ведь называется у нас десерт. Вот, десерт. Годен он до декабря. Он шоколадный. Фу, блин. Здесь как будто пудинг. Смотрите, на вид реально как будто пудинг. Но все-таки я попробую. Валера дал мне мою фирменную ложку от Mandent розовую. Давайте узнаем, каково это. Я, конечно, не фанат вот подобного месива. И выглядит оно, знаете, не очень красиво. Не буду сравнивать, с чем оно похоже выглядит. А то скажут, что я совсем уже страх потеряла перед зрителями. В общем, на вкус действительно обычный пудинг. Шоколадно-ванильный, да, он, по-моему, у нас? Ну-ка. И он везде одинаковый. В каждой. Поэтому я больше пробовать не буду. Мы с вами, наверное, только игрушки достанем. В общем, обычный шоколадно-ванильный какой-то как какао. Даже немного как будто кокос пудинг. Ничего особенного в нем нет. Он, конечно, не противный. С точки зрения людей, которые любят пудинг, им он точно понравится. Но я их не люблю. Всякие эти пудинги нафиг надо. Открываем, значит, следующее яичко с драконом. Там у нас должен лежать дракончик. Я надеюсь, что наш дракончик будет хотя бы симпатичный. Так, я хочу, чтобы он был красно-черный такой дракон, пламенящийся и изрыгающий пламя. Не дай бог он спалит башню и без того уставшего солдата, который борется с ним не на жизнь, а на смерть. И, да, кстати, нифига у нас не красно-черный, зеленый дракоша. Сейчас я его раскрою. Сейчас я приделаю крылышки. Фу, какой он стрёмный. Я в какой... Вот, знаете, в очередной раз, на самом деле, начинаю понимать, насколько вот эти все фишечки с вложением игрушек, да, насколько большая часть, больший процент вот этих фигней это разводило на деньги, реально. Ну, конечно, дети-то не понимают. Вот дракончик. Он у нас, значит, салатовый и, да, он такой, знаете, цветом металлик покрыт. Ну, знаете, ничего особенного. Дракончик, как дракончик среднестатического такого качества. Крылья у него вынимаются. Нормальный дракоша, что я еще могу сказать. Вполне. Но лучше бы была серия пегасов, тогда я бы была вообще, мне кажется, в восторге. Давайте откроем последнее яичко. Оно, кстати, тоже у меня на тему Хэллоуин. И знаете, что я хочу, чтобы мне там попалось? Я хочу, чтобы мне там попался какой-нибудь черепок или сама злая тыковка. Потому что вот по тематике Хэллоуин мне больше всего нравятся именно тыквы, и мне нравятся летучие мыши. Итак, и мне попадается... Слушайте, какой классный! Мне попадается Дракула. Сейчас я вам его покажу поближе, но, по-моему, я уже через пакетик вижу, что это самый удачный из всех трех игрушек, которые здесь у меня попались. Итак, вот такой вот Дракула. Кстати, хочу сказать, что игрушки все выполнены из плотной такой резины, то есть не разобьются, не сломаются, в принципе. И Дракула у нас высунул язычок такой лебезит, в общем, что-то. Он с улыбочкой, кровавые у него клыки тут, ноготочки черные. Ну, прикольный, прикольный Дракула. Вообще, мне нравится, на самом деле, весь вот образ, вот этот вот Дракулы. Я, правда, немного в восторге от всей этой темы. И мне нравятся фильмы, мультики, где показано это все. Поэтому, вот, фигурка Дракулы. Довольно-таки удачная, я вам скажу, да. Из всех, что мне попались, значит, у меня есть теперь Дракончик, у меня есть Мумия и Дракула. По-моему, одно такое яичко стоит в районе 80-90 рублей. Да, это не дешево, но если у вас есть дети, и вообще, если с точки зрения детей, они, конечно, будут рады получить такую фигнюшку, съесть этот пудинг, облизнуться там и, ой, как вкусно было, и получить сверху игрушку. Ну, а я купила чисто ради интереса, показать вам, что вообще здесь. Потому что первый раз с этой маркой вообще ознакомилась, так скажем. На этом я буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, вам оно понравилось, было, возможно, интересно. И поддержите меня большим пальчиком вверх, если это так. Ну, и я буду с вами прощаться. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok